Добрый день, друзья! У нас сегодня погожий апрельский денек, и я пришла опять в свою теплицу, чтобы заняться здесь кое-какими делами. Я уже часто говорила, и многие видели в моих роликах, что у меня внутри в теплицах натянут укровной материал. И вот спрашивают, зачем я это делаю. Вот сейчас я вам расскажу. Сразу скажу, что для этого мне нужен просто-напросто самый тонкий укровной материал, 17 номер. Потому что он мне нужен не для сохранения тепла, а для других целей. В этом году в этой теплице, вот 3х6, у меня будут расти только томаты. А томатов что надо? Это сухой воздух и проветривание. Но у нас обычно во второй половине июля, ближе к концу июля, уже бывают холодные довольно-таки ночи. То есть получается большая разница в температуру. Днем в теплице 30 с лишним, а ночью температура может опускаться до 10 градусов. И вот при такой резкой смене температур в теплицах образуется конденсат. И вот так получается, что у меня вот здесь вот по центру, под коньком теплицы всегда скапливается конденсат. В принципе, теплица удобная. Вот здесь по боковым стеночкам конденсат, если и будет, то он прям вот течет по поликарбонату и растение не намокает. А вот по центральной грядке, вот здесь у меня же растения будут находиться в зоне риска. И вот для этого я сюда, собственно, и буду делать как бы второй потолок. Вот смотрите, вот так вот вдоль всей теплицы, вот прям под коньком, я растягиваю свой материал. Вот видите, у меня вот здесь очень удобно сделано. У меня вот здесь вот перекладины от теплицы. И также у меня вот натянуты вот шпалеры вот из проволоки для подвязки томатов. То есть я вот сейчас вот буду вот так вот расправлять материал, и он у меня не будет провисать. Видите, это все на самом деле несложно делается. Конечно, все это делать вдвоем удобнее и веселее, и легче. И буду его сейчас просто вот проходиться вот так по всей теплице, расправлять и обычными прищепками крепить. Вот смотрите, видите, вот обычные бельевые прищепки, вот так вот края подворачиваю вот сюда. И вот прям к этой перекладине прищепкой креплю. Все. Вот больше никаких сложностей, никаких трудностей. Вот по всем краям вот так закрепила. Вот так у меня все летает и будет держаться. И сейчас вот в том конце просто-напросто натяну слегка материал, вот так же подверну его и закреплю. Нигде в середине больше я ничего не делаю. Все прекрасно держится. И понимаете, что дальше будет? Посмотрите, вот под коньком наверху образуется конденсат. Если у меня не будет вот этой вот защиты, то, соответственно, все капли будут попадать на растения. Растения будут мокнуть, соответственно, они могут заболеть. И в первую очередь это фитофторос. А он нам абсолютно не нужен, потому что, сами знаете, с ним бороться очень сложно. А так у меня все капельки будут попадать на укрывной материал, будут здесь потом высыхать, испаряться, а растения при этом будут оставаться сухие. То есть, но в то же время на плодоношение, то есть, как бы мы немножечко же от солнышка закрываем, это не влияет никак. Я много лет уже так делаю, и мне очень нравится этот процесс, и результат тоже. Ну вот видите, что у меня вот в результате получилось? Вот такой вот второй потолочек. Сюда вот у меня ушло 5 метров. Специально я делала с напуском, чтобы заворачивать края. А сейчас вот в другой теплице, там, где будут огурцы и перцы, я там немножечко по-другому буду крепить. И пойдемте, я вам покажу. Вот эта теплица 2х6. У меня в этом году здесь будут расти огурцы и перцы. С востока огурцы, а с запада будут расти именно перцы. Для того, чтобы у меня огурцы не затеняли вот эти растения. Но если у нас перцы будут расти на очень ярком солнце, это тоже для них не очень хорошо. Они могут на нем гореть. Видели, наверное, такие ситуации, когда вот растение вроде полито, все остает вот так, опустившие листья. Это вот именно от очень жаркой погоды. И поэтому я обязательно вот эту сторону должна в этом году притянить. Но притянить с учетом того, что когда я высажу и рассаду огурцов, поначалу ей тоже нежелательно яркое солнце, чтобы она хорошо прижилась. Поэтому я вот здесь буду натягивать материал укороны не единым полотном, а сделаю его двумя полосками, чтобы потом одну часть можно было в последующем убрать. Ну вот смотрите, вот так вот я натянула нижний ряд. И сейчас вот верхний ряд вот по такому же принципу пропущу через стойки и буду растягивать. Также я натянула вторую полоску. Также на бельевые прищепки абсолютно все просто, никак я не мудрила. Потом, когда у меня немного огурцы подрастут, вот именно вот эту часть я материалы сниму, чтобы вот сюда поступало солнце, потому что уже тогда это будет совершенно безопасно. Друзья, ну вот я показала вам, как я вот и притеняю теплицу для огурцов и перцев, и как защищаю свои помидоры от конденсата. На самом деле это довольно-таки важный момент, и на это стоит обратить внимание. До новых встреч вам и пока!